Аллилуйя, Аллилуйя ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Отец наш, Иоанн Филохия, чудотворцев по-чаевски, кухчин нового исповедника, святых и праведных, Бог Отец, який мой Иоанн, и всех святых помилует и спасет нас, як облах и человеколюбец. Иоанн Филохия, чудотворцев по-чаевски, кухчин нового исповедника, святых и праведных, Бог Отец, який мой Иоанн, и всех святых помилует и спасет нас, як облах и человеколюбец. Иоанн Филохия, чудотворцев по-чаевски, кухчин нового исповедника, святых и праведных, Бог Отец, який мой Иоанн, и все святого Духа, Всех возлюбленные во Христе, дорогие отцы, братья и сестры, от полноты пастырского сердца в сегодняшний день сердечно поздравляю всех вас, причастников с принятием святых Христовых тайн, И всех вас сердечно приветствую с великим двунадесятым праздником преображения Господня. Фавор и Ермон, о имени Твоем возрадоваться. Такие слова говорит один из противных, через которые выражает святая Церковь, «Не только радуется сердце человеческое, но даже сама природа, две подобно, как две близнецы, две сестры, две горы Фавор и Ермон, которые стоят одна против другой, возрадовались в тот момент, когда Христос взял с собой троих учеников апостола Петра и Иоакова и Иоанна и вышел на гору, и на горе преобразился». Что это означает, слово «преобразиться»? «Лицо Его, как мы слышали в сегодняшнем Евангелии, стало блистать, подобно солнцу, а ризы Его стали белы, подобно свету». Какие же синонимы евангелист Лука подбирает в истории этого большого праздника, в истории преображения Господня? «Преображение» — это перемена. Физическое лицо Бога-человека стало блистать, подобно солнцу. И каждый из нас, дорогие во Христе, братья и сестры, в солнечный день, поднимая взгляд в свои глаз, и солнечные лучи разят наши глаза, начинают идти слеза с глаз, и мы начинаем прятать взор своих взгляда, своего человеческого от солнца. Ризы Его стали белы, как свет. Ни один художник не может передать белизны белого мира, потому что с белизной белого мира ничто не может сравниться во всем мире. И предстали два ветхозаветных пророка Моисея и Илья. И когда разговаривали они с крестом, сошло над горой Фаворское облако, и они услышали глаз, который говорил с облака. Все мой Сын возлюбленный, по Ним же благоволительный. И когда они опускались с горы, апостол Петр сказал, Господи, как здесь хорошо, как здесь приятно быть и нам. Повели, и мы построим три кущи, мы построим три шатра, одно Моисею, одно Ильи и одно Тебе. Этими словами, дорогие мои, апостол Павел выражает перемену не только лица и одежды Христа, но перемену видимого мира. Потому что настолько природа на этой горе переменилась, настолько мир переменился на этой горе, что они готовы остаться навсегда на этой горке, для того, чтобы лицезреть эту прекрасную перемену. Что же, мои дорогие, Господь показывает для нас этой переменой? Господь засвидетельствовал преображение, что Он не только человек, что Он Бог. И каждый человек, который будет стремиться к познанию Бога, он будет иметь возможность стремиться к своему собственному преображению, к своей собственной перемене. А что это значит? Если мы вернемся к той стороне Евангелия, где Господь выражает, жизнь в этом мире, есть два пути. Широкий путь, легкий и доступный каждому человеку, который ведет вечную пагу. И узкий путь, не очень он простой. Он настолько трудный, что часто мы начинаем роптать на этом пути. Почему мне тяжело? Почему на моем пути болезни, страдания, скорби? Но, дорогие мои, на том пути есть Господь, который готов выйти в любую минуту каждому из нас на встречу. Но лишь бы мы стремились к своей собственной перемене. И этой переменой должен быть единственный путь – изменить свои пути. Повернуться с путей греха, с путей блута, с путей беззакония и так дальше на путь служения Христу. И вот эта перемена, я вам скажу, еще ближе и доступнее. Если, простите, человек страдает пьянством или страдает любым пороком, и если он стремится переменить свою жизнь, преобразить свою жизнь и направить свою жизнь в нормальное человеческое русло, вот это и есть преображение. Потому что перемена человеческой жизни – это перемена, которая сближает человека с его Творцом. И будем, дорогие мои, во Христе, братья и сестры, взывать к Господу, просить, чтобы Господь укрепил нас в несении нашего житейского креста. Чтобы Господь укрепил и помог нам переменить свою собственную жизнь. Чтобы Господь помог нам преобразиться, чтобы изменить пути своей собственной жизни и направить стопы человеческие на путь познания Бога. Потому что без Бога не может человек жить нормальной человеческой жизнью. Полноту жизни человека человек может постичь только познанием Бога. Если человек не познал Бога, как бы он ни стремился быть человеком, все равно он спотыкается, все равно он уходит на тот путь, где ему хорошо, где ему приятно, где ему весело. Но тот путь, дорогие мои, очень опасный путь, очень страшный. И дай, Боже, чтобы молитвами нашего покровителя этого храма, святителя Николая, архиепископа Марликийского чудотворца, чтобы молитвами преподобных и богоносных отцев наших, молитвами ангела-хранителя каждый из нас, познал путь Бога познания. Потому что на этом пути, дорогие мои, открывается полнота человеческой нашей жизни в этом мире. Человек, не познавший Бог, не может, как я сказал, повторяю, познай полноту своего человеческого существования в этом мире и в этой красной человеческой земной жизни. Друзья, Господь, в любви, которые и мои, каждого из нас на этот путь, для того, чтобы преображать самих себя, для того, чтобы преображать свою человеческую жизнь, мы стремились к тому, что Господь говорит, «Я есть путь и истина». Вот если мы повернемся из стопы на путь истины, вечно от неизменной тратки и неисчерпаемой любви Бога, я заверяю, дорогие мои, каждый из вас почувствует эту перемену в своем сердце, каждый из вас почувствует эту перемену в своей жизни, и каждый из вас почувствует эту перемену в своей собственной семье, в своем собственном доме Божьем, в своем домашнем церкви, потому что семья – это домашняя церковь. И пусть, товарищи, домашняя церковь укрепляют его, направляют нас к этому повреждению. Пусть застоль каждому могу идти этим путем, путем Богопознания, познания, и они исчерпают божественной любви. Аминь. Спасибо. Сейчас, братья и сестры, выходим с крестным Богом вокруг храма, и вокруг храма становитесь, творят так, освещают яблоки, виноград и принадлежат. Продолжение следует...